Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Ну что, ждем весну, правда? Вы знаете, так странно. Вот только-только прошел Новый год, и сразу мы начинаем готовиться к весне. То есть вот хочется уже чего-то нового, хочется окончания зимы, хотя до конца зимы еще очень далеко. Но все равно вот ничего с этим не поделать, и мы как бы все уже готовимся к весне, и все наши мысли о весне и лете. Ну, потому что это самое приятное, что нас ждет впереди, потому что хочется конца долгой зимы. Я заскочила в магазин большой мультибрендовый супермаркет, нет, не супермаркет, мультибрендовый, ну, неважно, вы поняли, Hudson Bay. Я много вам рассказывала про этот магазин, это большой-большой канадский магазин, и зашла посмотреть на красивые весенние сумочки, которые уже привезли, завезли, и вот уже их продают. Это компания Ridley, по-моему, да? Я засняла, и теперь вот не помню. Такие прям все розовые, прям такие весенне-летние, кошелечки к ним подходящие, прям все как надо к весне. Они, конечно, не дешевые, и, ну, это кожа, но это дорогая компания. Она редко где у нас встречается, даже не во всех вот этих универмагах, о, вспомнила слово универмаг, не во всех универмагах Hudson Bay они представлены, а вот в этом, да, и посмотрите, какие они прикольные, кроме розовых, просто таких розовых, баблгамовских сумочек, есть еще вот такие вот. Это просто вот для любителей питомцев, животных, собачек, кошечек и всего прочего. Это прям такие сумки, ну, вот просто по теме. Они очень смешные. Это вот какая-то сейчас весенняя у них коллекция, вот эта тема с животными. Есть кошельки в тон, такого же цвета, тоже с собакенами такими. Очень смешные. Причем они очень хорошо сделаны, очень качественно. Тоже дорогие, конечно, ну, вот вы видите цену. Но очень прикольные. Вот кто любит такие необычные, смешные вещи, в принципе, они молодцы, конечно, наделали вот таких вот сумок. Ну, это не для всех, я согласна. Есть люди, которые не любят такое, есть люди, которые любят классику, не любят всякие придуршные вещи, а это и вот именно такие придуршные. придурковатые немножко. Но есть у них обычные сумки, вот такая, например, большой-большой шоппер, очень красивая кожаная сумка. Я не поняла цену, но, по-моему, там 470 или что-то такое. Да, дорогие они, дорогая компания. И, в общем, много разных вариантов есть. Вот такие, в общем, ну, как вы видите, фантазия у них сделала всплеск. 20% скидка на них сейчас. Вот. И, в принципе, ну, мне нравится. Необычно, оригинально. Не у всех это увидишь, но, опять же, на любителя. Вот эта сумка с цветочками мне очень понравилась. Она, с одной стороны, очень летняя такая, весенне-летняя, с другой стороны, она не очень яркая, хотя довольно такая, ну, симпатичная сумка, цветы, и, в общем, такая явно просматривается летняя, весенняя тема. Но такая, не вырви глаз, спокойные такие оттенки, расцветки. В общем, симпатичная сумка, при этом светлых тонов, в общем, то, что надо. А это компания Kate Spade. Я вам много раз про нее рассказывала, и в одном из моих прошлых видео, и еще в другом моем прошлом видео. Это довольно дорогая компания, американская, которая очень популярна в Канаде тоже, и в Америке тоже. И я где-то упомянула про дизайнера и основательницу этой компании. Ее же именем она названа Kate Spade, которая, к сожалению, недавно, ну, недавно, наверное, год-то 4 назад, может быть, 5, ушла из жизни очень трагическим образом. Вот на вершине своей карьеры у нее было все, богатство, слава, прекрасная семья, красота, в общем, все, о чем мечтает каждый человек, известность, любовь. Она покончила с собой в возрасте 50 с чем-то лет. Совершенно дикая история, ужасная, которую до сих пор никто не может понять, что произошло и что случилось. Но, видимо, что-то произошло и что-то случилось. Так что вот это как бы говорит о том, что внешнее благополучие, оно не всегда есть тем, чем кажется. в общем, необъяснимая, жуткая история, но вот то, что произошло. Фирма продолжает работать, ее компания продолжает работать, выпускать вещи. У нее было много дизайнеров, которые для нее работали, это большая была компания, но вот уже без нее, но продолжает традиции, которые она, так сказать, заложила в этот бренд. Пока что мы перешли в Ральф Лорен, в отдел Ральф Лорен, рассматриваем сумочки Ральф Лорен. Вот это прям такая летняя морская тема, но морская тема – это всегда летняя, круизная коллекция. И вот тоже Ральф Лорен, веселые цветочные расцветки. Кстати, я так понимаю, что это, видимо, в этом сезоне будет трендом летом. Наверное, не обязательно, но вот, может, это они просто собрали все аксессуары и сумки, которые соответствуют. Вот такой вот, знаете, все-таки цветочки – это всегда весна и всегда лето, поэтому они их сейчас выставили на прилавок вперед, чтобы поднимать, создавать такое весеннее настроение. И вы знаете, это, в принципе, правильно, потому что людям почему-то к весне вот всегда хочется купить что-то новое, какую-то одежду, какие-то сумки, потому что всем хочется чего-то такого, знаете, яркого после долгой такой противной зимы. Хочется легких, ярких одежд, и сумок, и кошельков в том числе. Поэтому вот к весне под настроение населения они вот выставляют вперед вот такие вот яркие, красивые цветочные мотивы. Это прямо такой закос под сумки, по-моему, Гуччи были такого типа, вот тоже с их конвой с цветочками сверху. Вот Ральф Лорен тоже сделал похожие сумки. Ну, честно говоря, Ральф Лорен – довольно дорогая компания, и то, что они немножко косят под какую-то другую компанию. Это не совсем, на мой взгляд, правильно. Ну, в принципе, все косят под кого-то. Если так посмотреть, так и люкс косят друг по другу. Они очень делают, очень многие из них делают похожие фасоны сумок, и Сен-Лоран, и Гуччи, и все под кого-то работают, и у кого-то друг у друга сдирают дизайн, и, в общем, то, что популярно. Вот этот бренд мне не знаком. Я первый раз его встречаю, но, судя по качеству, я так посмотрела поближе, видимо, довольно хорошие, хорошие вещи, хорошая кожа, хорошо сделана, очень аккуратно. Алоха, как-то он называется, не знаю, я не слышала про него. Может быть, новое, может быть, просто я не слышала. Может, завезли вот в этот магазин, потому что, может быть, просто не было раньше в этом магазине. Интересные такие фасоны, интересный дизайн, но это известный тоже дизайн, тоже кто-то из более таких люксовых, известных компаний сделали похожие вот такие вот сумки, не эти бочонки, а вот предыдущие, и все, конечно, за ним повторяют. Ну, это коуч, это очень тоже популярный, известный бренд в Америке и в Канаде. Его рекламируют, кстати, Дженнифер Лопес, вот была она на фотографии, на стенде. Много у них тоже закосов под какие-то известные дизайны, известных компаний, известных люксовых компаний, но, тем не менее, они очень популярны, очень недешевая компания, и тоже есть симпатичные очень вещи, вот даже кое-что есть на распродаже, как вы видите, и на распродаже это недешево, но вот тоже цветочки, вот они выставили дизайн сумки в цветочек, и вот такая же розовая, они одинаковые, розовая под крокодила, очень популярны они в Канаде с сумки Коуч, я как-то не очень, честно говоря, ну не то, что мне, в принципе, нормально, мне кажется, они немножко переоценены, за эти деньги еще немножко добавить, можно купить что-то более качественно, хотя, ну у нас такие цены, вот все вот эти вот компании, Коуч, Кейт Спейт, Ральф Лорен, они все примерно в одном ценовом сегменте, Майкл Корс, вот Ребекка Минков, они все примерно одинаково стоят, это такой средний сегмент, это не люкс, но он довольно дорогой, я бы так сказала, для среднего сегмента, вот видите, например, сумка, совершенно копия сумки Сен-Лоран, это, по-моему, да, Ребекка Минков, ну вот, не дешевый бренд, но вот они делают очень похоже, и вот это зеленое, это тоже копирование сумок, сумок известных Шанель Бой, да, так работает индустрия, так работает модная индустрия, которая, в принципе, большие люксовые бренды что-то придумают, а все, кто поменьше, начинают у них передирать, так скажем, очень редко можно увидеть, даже вот в таких вот дорогих компаниях, как Майкл Корс, как Ребекка Минков, не дешевых, так скажем, компаниях, какой-то свой оригинальный необычный дизайн, в основном все как-то между собой похоже, все кем-то вдохновляются, все это перекликается между собой, Марк Джейкоб тоже, в принципе, ну вот, Диор сделали вот эти такие сумки из ткани с большими такими надписями, и они так, в принципе, воодушевились и повторили, но я хочу сказать, что, да, Марк Джейкоб имеет свой такой оригинальный дизайн, вот эти вот у них застежки такие, в виде таких пряжечек, две такие полудуги, это их как бы фишка, их оригинальный ноу-хау, так скажем, и у них, вот, кстати, у них сумки, в общем-то, в основном какие-то такие более или менее оригинальные и не похожи особенно на что-то другое, больше того, более дешевые бренды с них передираются, с Марк Джейкоб передирают свои дизайны, так что, в принципе, вот, это мы перешли к более дешевым вещам, по-моему, здесь распродажа, по-моему, это был угол сейла, распродаж, и я тут рассматривала, что у них есть, и здесь более, по-моему, дешевые сумки, плюс они на сейле, вот цвет мне очень понравился этой сумочке, прям такой красивый-красивый, здесь тоже все по цветам стоит, это разные бренды, потому что это распродажа, и здесь все выставлено по расцветкам, по цветам, вот здесь такой ярко-оранжевый, опять же, хоть и распродажа, но дело вот как-то, как-то к весне, как-то вот такие яркие сумки, хотя, если честно, по-моему, уже давно не существует такой стигмы, что яркие сумки можно носить только летом, а зимой надо все черное-коричневое, нет, по-моему, уже давно это перестало быть таким каким-то модным правилом, а по-моему, сейчас носят любые сумки, любые расцветки и зимой, и летом, но повторюсь, как-то все-таки, когда вы ходите в пуховиках, в теплых, в теплой обуви, шапках, шарфах, как-то руки тянутся к чему-то такому темненькому, а вот летом красивым ярким платьем, блузком, сарафаном хочется надеть что-то поярче, повеселее. Сумки с пайетками. Ну, что вам сказать, я вам уже говорила в моем прошлом видео из Зары, что пайетки меня вообще в этом году покорили, не знаю, меня жутко тянет на всякие пайетки, стразы, блестки, меня всегда тянуло, но сейчас как-то особенно, я не знаю, наверное, это старость. Вот, шучу. И они как-то плавно перешли с рождественских, новогодних дизайнов, то есть как бы всегда считалось, что блестки и пайетки это как бы все для праздника, для Нового года, для Рождества. Обычно-то их выставляют к Рождеству, вот такие вот сумочки вечерние, но вот я смотрю, что они продолжают рулить, их по-прежнему много, и правда, что они такие классные, то есть, по-моему, просто это уже перестало быть праздничной темой, а просто можно их использовать все время, всегда и на выход, и, по-моему, просто так с ней ходить. Я бы с удовольствием такую сумочку приобрела, мне очень она понравилась, она еще, мне очень понравились эти сумки тем, что, видите, у них такие двусторонние как бы пайетки, что можно их как бы расчесать в одну сторону и в другую, и они меняют цвет, а можно сделать просто такие разводы, в общем, какие-то фигуры, узоры. Мне жутко это понравилась, эта идея, это правда классно, но это как бы давно уже известные, есть вот эти вот пайетки, есть всякие аппликации на одежде такие, есть одежда полностью сделана такая, что можно вот расчесывать в разную сторону, эти пайетки, они получаются разного цвета, но как бы вот, прикольно. Сумки такие с ручкой, с камушками, с бусинами большими, тоже мне очень нравятся, это тоже оригинальные, оригинальные фасоны, тоже появились какое-то время назад, до этого как-то не было их, и я не поняла, что это за бренд, что-то Чарли, что-то такое, тоже какое-то не очень мне известно, если честно, но вот это такая малютка, тоже коричневая, с красивыми такими ручками, из камней, ну это не камни, скорее всего, что это пластик, или что-то похожее, нравится мне очень, вот такие формы, ну вот такие сумки-подушки, это по-моему и ГЭС, вообще сумок ГЭС у нас очень много, но я как-то вот не охватила в своем показе, обзоре, как-то я мимо прошла, и даже не помню, чтобы они мне как-то попались на глаза в больших количествах, где-то они, конечно, есть, но я что-то, видимо, промахнулась, вот, такой у нас сегодня получился обзор, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, продолжаем обзирать, так сказать, новые весенние тренды, это всегда приятно, они намного более как-то интересно, симпатичны, по-моему, чем зимние, хотя просто вот всегда в конце зимы хочется уже весны, скорее, 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 чтобы стало тепло, чтобы кончился снег, чтобы выглянуло солнышко, в общем, прохожу мимо разных магазинов, показываю вам витрины, а на сегодня все, с вами Владита из Канады, всех люблю, целую, пока-пока-бай!